Остановкой на заборе закончилась попытка водителя Opel Vectra пересечь перекрёсток улиц Фучика и Софиулина сегодня днём. В него на полном ходу врезалась Toyota Highlander. Весовые категории транспортных средств оказались неравны и легковушка от удара откинула на несколько метров в сторону. Люди в аварии не пострадали, но водители не смогли на месте определить, кто же виноват в происшествии. Водитель Opel утверждал, что Toyota пыталась проехать на красные, но автоледи с этим категорически не согласна. Алла Рыкова услышала обе точки зрения. Он побежал сразу его проверять, потому что испугалась, мало ли, удар пусть сильнее, аж почувствовал. Удар был такой силы, что Opel с легкостью отлетел в сторону и рухнул на дорожное ограждение, смяв под собой металлический забор. На нём и завершилась его попытка проехать перекрёсток улиц Фучика и Софиулина. Мужчина за рулём автомобиля не пострадал, как говорит сам, а делался лёгким испугом. Я посередине ехал, получается, на зелёный сигнал светофора, а она ехала вот с той дороги на красный сигнал. Летела, можно сказать, и на скорости меня смесла уже в эту сторону. Женщина за рулём Toyota собиралась повернуть с Фучика на Софиулина. По собственному признанию, завершала манёвр с тем, что проехала на красный, не согласилась. Сгорел зелёный, я ехала, то есть мне надо было повернуть налево. Я смотрю, вот на крайней полосе стоит автобус огромный. Он встал, а то и на крайней полосе какая-то легковушка тоже встала. Я поняла, что все машины остановились, снигающие зелёные. Я начала поворачивать, и вот он выскочил, и всё. В «Опеле» находился видеорегистратор. Его владелец надеется, что видеозаписи помогут разобраться, кто же всё-таки прав. Прийти к общему решению стороны не смогли. И теперь, выявляясь виновником, предстоит автоинспекторам. Алла Рекваза от Самигулин. Вызов 112.